В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Принято считать, что классическая косметология с ее масками, массажами и обертываниями не способна решать радикально проблемы лишнего веса или увядания кожи. Доказать обратное взяли специалисты косметистической лаборатории, где разработаны инновационные продукты, воздействующие на кожу, самый большой орган человека, сразу в нескольких направлениях. Как это работает, смотрите прямо сейчас. Уход за лицом домашний или профессиональный – тема, знакомая большинству. При этом не каждый сходу ответит об актуальных предложениях по уходу за телом. Хотя эти две составляющие равноважны и бессмысленны отдельно друг от друга. Сегодня речь пойдет о дерматокосмецевтике и одном из знаменитых представителей этого направления – Эриксон-лаборатории. Работать с этим брендом недавно стали в имидж-студии Елены Ивановой. По такому случаю сюда прилетела эксперт из Москвы, врач-косметолог, тренер Наталья Васильева. В ингредиентный состав входят биотехнологические комплексы с адресной доставкой. Мы действуем на функциональную активность клетки путем активации определенных генов, участвующих в том или ином процессе. Другими словами, воздействие происходит на клеточном уровне. Запускаются физиологические процессы, а проблемы лишнего веса, локальных отложений и снижения тонуса решаются быстрее в разы. Жировая ткань в себе накапливает попсы так называемые, это токсины. Они жирорастворимые, поэтому жировая клетка их накапливает и удерживает. И из-за этого затрудняется процесс липолиза, из-за этого мы не можем похудеть. Наш умный организм блокирует жировую ткань, чтобы в кровоток и в организм не пошли вот эти токсичные вещества. И мы будем здесь работать с жировой клеткой. Программы профессионального ухода за телом четко сегментированы по возрасту и спектру поставленных задач. X50 Body Matrix направлено на омоложение кожи, восстановление гормонального баланса, моделирование силуэта и нивелирование локальных жировых отложений, которые в возрасте преми на паузу и менопаузы откладываются у нас на талии и на животике. Начинается у нас процедура с нанесения осветляющей сыворотки. Приступим к следующему этапу программы. Сейчас мы будем использовать эксфолиант, минеральный солевой аромаскраб с содержанием, как я уже сказала, трех солей. Солей Мертвого моря, солей Атлантического океана побережья Франции и розовой гималайской соли. А также здесь будут содержаться эфирные масла. Это ароматерапия. Здесь масло ромашки, герани, лаванды. Дальше мы наносим антицеллюлитную сыворотку. Локально, на проблемные участки. Теперь мы берем массажный термогель. Почему он термогель массажный? Там содержится минерал циолит. И при контакте с водой будет термоэффект. Циолит еще является природным ионообменником. Он тянет на себя отрицательно заряженные частички тяжелых металлов, токсинов и насыщает минералами наши клеточки. Сейчас мы будем использовать циолитовую термомаску. Она тоже с содержанием циолита. Он тоже будет улучшать микроциркуляцию. Будет нам создавать эффект сауны. Маска обладает венотоническим действием, улучшает кровоотток, лимфоотток. Она с содержанием ментола и глины. Все, да, заворачиваем. И оставляем на 30 минут. И в завершение нашей процедуры мы наносим контур-крем для тела. Он тоже обогащен всеми биотехнологическими комплексами, включенными в эту программу. Следуя требованиям времени и опираясь на многолетний опыт работы, ученые Эриксон-лаборатории создали новейшие высокотехнологичные и эффективные методы омоложения лица и тела. Система позволяет осуществлять генетический контроль, восстанавливать гормональный баланс, блокировать мышечные сокращения без участия ботулотоксинов, без операции реконструировать овал лица и осуществлять идеальный баланс насыщения кожи кислородом. А это, в свою очередь, особенно важно для жителей мегаполиса. От себя добавлю, что идея с Эриксон-лабораторией вполне в духе имидж-студии. Сочетание роскоши и инноваций с обязательным вау-эффектом – это все то, к чему стремится команда уже почти 25 лет. Модная тема не ограничивается только лишь вопросами внешнего вида. Другими словами, моду не только носят, но и активно обсуждают. Как российскому дизайнеру вписать себя в мировые реалии, найти своего клиента и не потерять авторского начала – это и многое другое обсуждали на мастер-классе эксперта из Екатеринбурга Натальи Семеновой. Подиумные идеи, которые встречаются на неделях моды в крупных городах мира, чаще всего радуют глаз эстетствующих фэшинистов. Обычные же люди из всего этого предпочитают что-нибудь более понятное и практичное. И в этой связи местные дизайнеры работают в направлении так называемых коммерческих тенденций. На самом деле все модные тенденции, они происходят от социума, потому что есть некие социальные идеи, те боли, которыми живет общество. И если дизайнер будет это чувствовать, те необходимые параметры, которые есть у нас в жизни, и предлагать это решение через свою одежду, он будет всегда актуален. Потому что все тенденции, которые мы видим, они также решают какие-то задачи, какие-то вопросы, которые есть у общества. Для тех, кто живет модой, занимается разработкой и производством коллекции одежды, а также предлагает услуги стилиста и шопера, свой мастер-класс представила Наталья Семенова, аналитик моды, стилист из Екатеринбурга. Существует очень много методов отстройки, которые предполагают четкое понимание своего ДНК, своей философии, которую мы хотим устраивать на рынке. Но главное, чтобы она, конечно, тоже была связана и была в унисон с тем социумом, с тем обществом, где хочет позиционировать себя дизайнер и продавать. Но и, безусловно, коммерческие маркетинговые методики отстраивания на рынке мы тоже проходим, для того, чтобы все специалисты, которые сегодня посетили этот мастер-класс, смогли их грамотно применять в своей деятельности. К нам приходит достаточно много молодых начинающих дизайнеров, ну или, так скажем, людей, которые себя так называют, но, к сожалению, у них явно есть недостаток знаний, отсутствие знаний основополагающих принципов создания коллекций и будущего развития их бренда. То есть есть, может быть, чувство вкуса, какая-то интуиция, желание стать дизайнером, тем более сегодня прекрасные возможности для этого есть. И именно с этим намерением мы пригласили Наталью Семенову к нам. Очень много полезной информации, но воспринимать на данный момент немножко тяжеловато. И я, так как у меня уже действующий бизнес, я перекладываю это все на свое дело. То есть все, что она говорит, я стараюсь переложить. Что-то у меня получается, что-то вообще не сходится. То есть, ну, это надо разбирать уже детально конкретно. Мы не отшиваем это все за один день или за неделю, поскольку мы летнюю коллекцию готовим в осенне-зимний период. Соответственно, мы должны заранее примерно представлять себе, что будет в нашем городе актуально, с учетом того, что это уже какое-то время актуально во всей стране и в мире. В реалиях сегодняшнего дня дизайнер должен знать на практике не только весь процесс создания одежды, но и понимать внутренние вопросы мировой фэшн-индустрии, а также уметь продвинуть себя и свой бренд на рынке. Именно поэтому среди профессионалов так популярны мастер-классы на тему менеджмента и маркетинга моды. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым Годом! Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки «Редкин». Студия Гуфа. Работаем для вас. Достойно и доступно. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила, 26. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей от европейских дизайнеров для обновления сезонного гардероба. Когда закончились главные праздники зимы, остается мало поводов радоваться ему, самому холодному и скупому на световой день сезону. В ход идут любые ухищения, в их числе модные эксперименты, когда теплая, базовая или даже офисная одежда становится ярким акцентом и поводом для хорошего настроения. В новом модном сезоне дизайнеры обращаются не только к привычным принтам или оттенкам. Чтобы разнообразить модели пулловеров, джемперов или кардиганов, их украшают самыми разнообразными декорами. Вышивки, аппликации и стразов или объемные нашивки гарантированно добавят остроты знакомым фасонам и привлекут взгляды окружающих. Сегодня, когда одежда все меньше делится на возрастные, сезонные или иные категории, эксперименты перестали носить экстравагантный характер. В ситуации, когда все носят все, то, что совсем недавно было свойственно лишь подросткам или субкультурам, активно используется дизайнерами или стилистами как способ выразить индивидуальность. А в нашем случае еще и возможность оставшуюся зиму не предаваться унынию, а стильно ей радоваться. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Два съемочных дня, часы работы над образами, креативная группа из 9 человек и 12 моделей. Так проходила работа над созданием корпоративного календаря, посвященного 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Наш проект носит очень интересное название. Нам 120, а мы молодеем. У нас коллектив очень большой. 187 человек работают сегодня в библиотеке. И радует тот факт, что к нам в библиотеку постоянно приходят молодые сотрудники. Да, их на сегодня не очень много, 22 человека, но они удивительные, они интересные, они активные. Они сегодня задают тон, они создают настроение, они проводят интересные проекты. И нам хотелось, чтобы именно их увидели наши читатели, наши друзья на обложках календаря, потому что, на мой взгляд, сегодня они и есть современное лицо библиотеки. Для того, чтобы результат впечатлил не только зрителей, но и самих моделей, библиотекарей, хранителей фондов, последним пришлось выйти из привычного корпоративного стиля, одежды и поведения. Да, я бы сказала, есть некий вызов. Но этот вызов надо делать прежде всего себе, потому что самое главное, что должен понять каждый из участников проекта, то, что они могут быть совершенно иными, интересными, современными, активными людьми без комплексов. Вообще, на наших участников, особенно на девушек, конечно, проект повлиял. Буквально уже на следующие дни я стала замечать, что кто-то сменил стрижку, кто-то нарастил ресницы, кто-то стал краситься, может быть, немножечко поярче. Но это здорово. Значит, проект не просто так прошел, и девушки почувствовали себя красавицами, действительно, как с обложек глянцевых журналов. Наш проект партнерский. Мы очень благодарны нашим друзьям, 31-му каналу, проекту Beauty Time, Александре Слеско, за то, что она подхватила нашу идею и помогла реализовать. И сделала она это совместно с парикмахерами, сотрудниками модных салонов, стилистами, имиджмейкерами. И в результате у нас появились красивые, удивительные образы. На мой взгляд, они абсолютно адекватные, не капризные. Мне вот очень понравилось, что все-таки чувствуется такая интеллигентность в них, что они, в общем-то, готовы даже поступиться какими-то своими, может быть, желаниями, но прислушиваются к советам специалистов. И их интеллект сочетается с их прекрасной внешностью. Это очень здорово. Я думаю, что получится просто как с глянцевых обложек журнала. Мне очень понравилось. Я довольна этими съемками. Вообще люблю творческие процессы, творить, особенно с такой профессиональной командой, как Beauty Time. Для них, конечно, было удивительным преображение. Все были кардинально изменены. По крайней мере, в жизни они такими не представляются. Мы являемся свидетелями исторического события 120 лет с момента основания Челябинской областной научной универсальной библиотеки. Очень хотелось принять участие и познакомиться с людьми, которые работают в этой библиотеке. Нашим героям мы подобрали образы с учетом современных тенденций, но чтобы эти тенденции не шли в разрез с внутренним миром наших героев. Например, один из участников нашего проекта, Арсений, работает в отделе редких книг. И мы ему создали образ современного интеллектуала. Сейчас в мире присутствует устойчивый тренд на интеллектуальность в одежде, в развлечениях, вообще во внешнем виде. Те бренды, которые мы представляем, их любят люди совершенно разных профессий. Можно одеть и бизнесмена, можно одеться на деловой вечер какой-то, обед. Также, как показала практика сегодняшняя, мы можем одеть просто библиотекаря. Большое количество молодежи, в том числе и модные журналы, к нам приходят и говорят, а можно мы устроим у вас фотосессию? Но я думаю, что фотосессия, наверное, не стоит только этим ограничиваться, а вообще нужно читать книги, нужно быть красивыми и внутри, и снаружи. И мы желаем всем нашим читателям и всем нашим сотрудникам быть именно такими. Увидеть результаты этого фотопроекта в виде календаря и познакомиться с его героями смогут читатели и посетители выставок в публичной библиотеке в будущем году. Вы смотрите Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент завершении выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любила? Неужели она ей не подошла? Проект команды «Бьюти Тайм» – мода как бизнес. Смотрите на 31-м канале. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым годом! Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки «Редкин». Студия Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Еще больше сюжетов и новостей моды на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Модный дом «Я». 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 Модный дом «Я».